Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Ирина, мне 40 лет. В моей жизни была девочка 20 лет. Ее мама лихина родительских прав, за жестокое обращение с ребенком. А с папой я изредка общался по телефону. У нас с ней завязались очень интересные отношения, отношения мамы и дочки. Не спрашивайте почему и как я могла это допустить. Я чувствовала, что я нужна ей, да и я ее полюбила. Всем сердце. Обо мне никто так не заботился, как она. Со временем даже стала мамой называться по нашему общему решению. Видели, с редкой в основном связь по телефону нас различали километры. Изначально я не знала, что моя женщина прав, для меня была версия смерти. Я думала, что она умерла и в один прекрасный момент в интернете я случайно увидела ее фото. Зашла на страницу и поняла, что живая здорово. Не знаю зачем, но связалась с ней. Она, конечно же, наговорила мне кучу гадостей про девочку. Я на этот момент была очень злая и поверила. Мне казалось, что меня использовали, что можно было сказать правду. Она мне не говорила про все ужасы, что творили с ней в детстве. Я уже узнала спустя время через свои связи об этом. На тот момент я думала, что она просто хотела поиграться в дочке матери. Но у нее есть живая мама. Я прекратил общение, зная, что дало себе это нелегко. Помимо этого, еще были еще моменты неправды. Мы не общаемся 10 месяцев. Все эти месяцы она не тревожит меня знакомые смс. Полная тишина, но прислала на день рождения дочери и мамы моей цветы, а сыну очень красивый торт. Я все равно была уверен, что она просто играла. Что, ну, было скучно и одиноко. Она придумала такую игру до момента, когда в сентябре этого года я узнала о ее переезде в наш город. Девочка 20 лет бросила все, собралась и уехала за полторы тысячи километров в чужой город, где у нее никого нет. Есть я, но мы не общаемся. Начала жилье, устроилась на работу. Девочка, которая раньше стеснялась что-то просить у продавца в магазине, прошла такой огромный путь по переезду. Просто в никуда. С психологической точки зрения, как это можно понимать? Это можно рассматривать как любовь. Потому что я знаю, что она переехала сюда только из-за меня. Переехала, не знаю, буду ли я с ней общаться или нет. Просто огромный риск. Я теперь ничего не понимаю. У меня каша в голове. Раньше я злилась, теперь понимаю, что скучаю. Мне не хватает ее мамочки, какие слова она мне говорила. Как маленькая девочка всегда повторялась, что самое лучшее никогда она меня не называла просто мамой. Всегда только мамочка. Всегда с огромной теплотой. Она мне рассказывала другую жизнь. Для меня у нее всегда было все хорошо и замечательно. На самом деле, все было очень плохо. Она много работала. Конфликты с матерью родной. Две сложные операции, при которой я не знала. Для меня она придумала идеальную сказку. Что это было? Она хотела показать, что ее жизнь прекрасна или же берегла нервы. Я настолько запуталась, что нет сил. Я люблю ее, очень люблю. Я понимаю, что готова свернуть кобелу стать ее мамой. Только по-настоящему без лжи и красивых сказок. Как мне быть? Правильно ли я поступаю? Или это все ненормально? Ну, по поводу нормы, ненормы, я здесь, наверное, говорить не буду. Потому что, как бы, оценок давать, мне кажется, психолог не должен. Я думаю, что и вам, и ей нужна психотерапия для того, чтобы лучше разобраться в себе. И вообще определиться в своих чувствах, в своих потребностях и желаниях. Потому что, на мой взгляд, как мне показалось, девочка путает любовь к вам совсем не как к матери. С любовью как к матери. Либо она маскирует эту любовь под любовь к вам как к матери. Вот, мне не показалось, что она ведет себя как, именно как ребенок, потому что ребенок не будет придумывать сказки. Да, и не будет что-то скрывать и так далее. То есть у меня есть такие подозрения, что у нее к вам такие романтические чувства. Вот, но она, как бы, маскирует, может быть, даже не понимая этого, вот. Как бы, под, ээээ, ну, под, ээээ, потребность материнской любви, которая у нее тоже есть, безусловно. Это с ее стороны. Да, то есть, в вас она нашла вот такое какое-то спасение, да, от той трагической жизни, в которой она оказалась. А вы, с своей стороны, ээээ, тоже говорите вот что, скучаете по тому, что вас называли мамой, там, говорили красивые слова и так далее. Вот, то есть, здесь как-то, ээээ, сказывается некая потребность в том, чтобы быть родителем. Вот, потребность в том, чтобы быть родителем, как правило, возникает у людей, которые, ну, не слишком-то, эээ, сильно, не слишком-то ярко эмоциональной жизни живут. В том, в том, что вы так живете, я поверил бы легко, потому что вы, на мой взгляд, не совсем отдаете себе отсчет, что с вами происходит, да. То есть, как бы, вот, вы говорите, что я случайно увидел ее фото в интернете, ну, как бы, случайно, ну, я с трудом верю, что случайно. Вот, вы пишите, что не знаю, зачем, но связалась с ней, как бы, извините, зачем не знаю, но, как бы, связалась. То есть, это, невнимательность к себе, вот, она наговорила кучу гадостей, но тут у меня была момент очень злая, поверила, то есть, как бы, злость, вот, тоже, злость, да, отчего злость? Что сподвигло вас поверить, понимаете? То есть, как бы, вот, здесь вы говорите не, здесь вы говорите не просто про отношения, да, то есть, вот, вы говорите, что полюбила, как бы, девочку всем сердцем. Вы здесь говорите не про любовь, вы здесь говорите про некую свою потребность, вот, и вы говорите о том, что, вот, ну, в какой-то степени вашу идеальную картинку разрушили, да, то есть, вы говорите, ну, по большому счету, о разочаровании. То есть, вы говорите о том, что вы, вот, ну, как бы, чувствуете разочарованность, вот. И, на мой взгляд, это, в общем-то, вот, то, что вы, ну, чувствуете свою разочарованность, это, вот, свидетельствует, как бы, о том, что здесь, ну, здесь не совсем, не совсем про любовь, вот. Как мне, ну, как мне кажется, вот. А здесь, как раз, вот, про некую, некоторую вашу потребность, да, ну, вот, которую вы, которую вы реализуете с помощью этой, этой девочки. То, что вы, как бы, ну, вот, отреагировали на ложь, сразу прекратили общаться с ней, с одной стороны, можно это понять, вот, с одной стороны, можно это понять. Я думаю, что у вас это, это правда. Вот. Но, с другой стороны, как мне, ну, как мне кажется, здесь есть и другая сторона, что вы, вот, опять же, вот. Ну, в этой своей потребности чувствовать себя мамой, да, на мой взгляд, вот вы в неё, ну, в какой-то степени, получается, довольно сильно погрузились и, на мой взгляд, это не случайно. Вот, то есть я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что любовь – это одно, любовь – это одно, а вот то, что вы описываете – это несколько другое. Я просто хотел бы на это обратить ваше внимание. Вот. Дальше. Мне кажется, что очень много вы додумываете, очень много вы додумываете, мне кажется, что, ну, как бы, постоянно как будто бы дорисовывается образ этого человека. Вот. И… Это может привести вас к разочарованию. Потому что точно так же, как, допустим, вы не ожидали, что вас обманывают, точно так же может быть и ситуация, что… Эта девочка приехала в ваш город не для того, чтобы с вами, ну, взаимодействовать не к вам, а для того, вполне возможно, чтобы вам отомстить. Например, за то, что вы её бросили. Вот. Я не говорю, что это так. Я просто говорю о том, что вы наступаете, ну, по факту, на те же грабли. То есть вы наступаете, эээ, по факту, на те же грабли, эээ, что и раньше. Вот. И это при том, что у вас, эээ, довольно-таки, эээ, серьёзный утренний конфликт. Что вы, вот, к ней привязались, да, и, эээ, вам, вот, хочется, ээээ, ну, как бы, эээ, почувствовать себя мамой. Вот. То есть в этом нет ничего плохого. Ну, ну, вообще вот в том, что вы хотите себя почувствовать мамой. Просто, на мой взгляд, на мой взгляд, эээ, было бы лучше, если вы различали свою потребность в, эээ, например, ну, в том, например, чтобы быть родителем, да, что вы различали это. А также, ну, заметили, да, вот, что, например, что, например, является, эээ, так скажем, ээээ, прообразом, вот, того, чтобы вам хочется быть родителем. То есть не переживаете ли вы, эээ, например, кризис, эээ, пустого гнезда, да, когда, эээ, ну, как бы, дети, вот, собственные дети, они, они, эээ, ну, в этом смысле вырастают, да, и их, как бы, ну, уходят, эээ, из, эээ, родительского дома, вот. Эээ, а человек, как бы, ну, родитель остается один и, эээ, там, не может уже, эээ, как бы, ну, заботиться о ком-то так, как ему хочется. То есть это, по сути, не умение, эээ, такое вот, эээ, не умение жить для себя, ну, вот. И вот эта потребность, как бы, эту историю, этот аспект, да, эээ, нужно отличать от любви к девочке, эээ, потому что штука в том, что любовь – это история про безусловное принятие, а вам, как будто бы, ээээ, безусловно, принимать, ээээ, человека не получается, эээ, потому что вы, ээээ, вам больно от того, что она вам, она вам врала, вот. А сейчас вы хотите её простить, простить, вот, и говорите, что готово всё для того, чтобы снова стать её мамой. Здесь просто масса, масса есть нюансов, где вы снова наткнётесь, наткнётесь на некое разочарование. И у меня вопрос, эээ, сможете ли вы, эээ, ну, как бы, это прожить? Поэтому, дабы не разочаровываться, желательно, конечно, эээ, в себе, вот, максим, ну, максимально, эээ, максимально, эээ, полно разобраться, чтобы не разочаровываться. Эээ, вот, и чтобы вам, ну, не было больно. А, сейчас всё-таки вам, ну, могут делать, ну, могут опять починить боль. Вот. Так что это вопрос вот именно такой, да, то есть это не вопрос того, норма это или нет, это вопрос того, эээ, с каким чувством, да, с как, ээээ, с какими эмоциями я иду в этот контакт, то есть чего я хочу в этом контакте. Вот, эээ, здесь, пожалуй, эээ, что можно, ну, что более уместно, так скажем, озвучить. Эээ, вот, а не эээ, то, что, эээ, вы говорите. Ээээ, понятное дело, что, то, что вы описываете, больше всего, ну, больше всего, ээээ, похоже на, эээ, ну, попытку на стремление наладить эээээээ, с вами контакт. Но, обратите внимание, человек, даже если она приехала к вам, даже если она приехала к вам, она не выходит на контакт сама. Это говорит о том, что, скорее всего, она ждёт, что вы её, ну, заметите, что вы о ней узнаете, и, соответственно, пойдёте на контакт тоже, потому что у вас появится, ну, как бы, к ней, да, у вас появится, ну, вот, либо, соответственно, допустим, чувство вины, либо чувство жалости, вот, а это, ну, в известной степени манипулятивный такой подход, вот, понимаете? Это манипулятивный подход, это, как бы, говорит о том, что человек свои собственные усилия не так, чтобы ценит. Да, то есть, ну, окей, как бы, она рискнула, она приехала, вот, да, она не знает, будете ли вы с ней обжаться или нет, но, как бы, раз она проделала такой путь, здесь вы правы. Ну, логично выйти на контакт, иначе, ну, иначе зачем это всё, да, иначе для чего, как бы, для чего, как бы, это всё? Она этого не делает. То есть, она готова, вот, жить, эм, сколько угодно так вот времени, да, пока с вами, эээ, ну, видимо, случайно не пересечётся. Вот, вот, и, конечно, это вызывает вопросы, конечно, это вызывает вопросы. То есть, если человек готов так к себе относиться, то, эээ, вот, скорее всего, эээ, ложь, какие-то моменты скрытые, да, ну, вот, как, ну, ну, что-то, что-то скрытые. Она будет, потому что, эээ, ложь, обман, начинается с того, что человек себя обесценивает, человек, как бы, не очень к себе, эээ, ну, не то, чтобы, эээ, внимательный, да, а не очень, как бы, заботлив. Вот. Вот. Не очень заботится о себе. А она о себе, как раз таки, не очень, не очень заботится. Тут нужно понимать. То есть, эээ, и, как бы, эээ, потребность выезжать, эээ, за счёт, эээ, ну, за счёт жалости, да, или за счет удивления, ну, это вот, на мой взгляд, это путь, ну, я бы сказал, такой, довольно деструктивный. То есть, вот, ну, по моему мнению, он ничего хорошего этот путь не, ну, не приносит. Не может, точнее, принести. Вот, ну, в принципе. Потому что он ведет, как бы, ну, к деструкции, вот, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. А исключительно на мой взгляд это ведет к деструкции. Вот, то есть решать, решать, конечно, вам, вот, ну, в любом, в любом случае. В любом случае, в любом случае, вам решать. Но мне кажется, что вот так. То есть, ну, вот, моя позиция, мое видение, оно такое, что идти к... вступать в отношениям с таким, довольно непростым человеком, да, достаточно травмированным человеком. А человеком, как бы, как бы, ценности которого довольно искажены, да, ну, нужно аккуратно. Как минимум, нужно аккуратно. Потому что вы просто, ну, вот, рискуете снова обжечь. Ну, вот, совершенно это не означает, что вам нужно пренебрегать. Но, как бы, проявить осторожность вполне. Так, дальше, значит, мы не общаемся. Так, значит, бросила все. Так, переехала, не знаю, будет ли от нее общаться. Так, для меня она придумала идеальную сказку, значит, что, ну, повторюсь, да, вот это основа для лжи. Вот. И этот тон, что наводит меня на мысль, что у нее к вам не совсем любовь. Вот. Вы пишите, что, понимаете, готова все вернуть, готова стать ее мамой. Ну, понимаете, как бы, вы можете стать ее мамой. Это, вот, более чем реально, но у вас здесь уже есть такой тревожный факт, а именно, что вы условия ставите. То есть, понимаете, материнская любовь, она не ставит условий. Вот. То есть, я просто хочу быть тобой, а твоя мама. Мне все равно, как бы, что ты делаешь, если мне это не вредит никак. И мамой вы можете быть, ну, естественно, если как-то вот, повторюсь, обратите внимание на те вещи, о которых я говорю. В противном случае, мамой вам будет быть, ну, довольно слой. Плюс обиды, да, как бы, то есть, вот. Обиды, это такая штука, ну, я имею ввиду, вот, то, что вы, там, ну, перестали с ней общаться. Вот. Это тоже, ну, как бы, не совсем то, что может, как бы, улучшить отношения. Вот. Плюс, ваша вот потребность в том, чтобы быть родителем, я это, вот, все-таки отдельно, вот, в, ну, вот, в качестве такой вот проблемы выявлю. То есть, понимаете, какая, какая штука? А, как эта девочка появилась в вашей жизни? Вы говорите, а, ее мама там была, ее мама ли жена родительских прав, баба изредка общалась по телефону. Почему? У нас с ней завязались теплые отношения мамой и дочке. Э, как, по поводу чего, в каком вы были в состоянии, в каком она была в состоянии, да, вот, я чувствовала, что я нужна ей, да, и я полюбила ее. Вот что есть любовь? Мне кажется, что вы полюбили человека, который говорит вам мамочке, который вас нуждаст, пока что. Вот. Ну, то есть, э, не обижайтесь, но, вот, выглядит это, пока так, это выглядит, честно говоря. То есть, э, ну, вот, судя по дальнейшему, э, судя по, по следующему вашему, вашему описанию. Вот. Поэтому, э, мне кажется, что, э, вы легко можете, э, стать, стать для нее, э, кем угодно. Э, э, дело не в этом. А, все-таки, именно, вот, на мой взгляд, э, дело именно в том, чтобы, э, э, ну, как-то, вот, знаете, в себе разобраться. Себя. Себя, понятно, 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 понятно. Да. Вот, э, вы говорите, например, что я уже ничего не понимаю. Сейчас. Э, э, о чем это свидетельствует? Очень просто это свидетельствует только о том, что вы не привыкли доверять себе. Ну, вот, вы себе не доверяете, э, просто. Ну, вы не, ну, вы не доверяете, э, как бы, э, своим чувствам. Вот. Э, их блокируете, э, свои чувства. Вот. Э, вместо того, чтобы, э, условно, условно говоря, э, выразить, э, человеку о своих чувствах, да, потому что вам больно, вот. Как вы обратились, э, с разочарованием, что она, вот, не такая, как, вот, вы ожидали, да? Ну, вы просто ушли из общения. Вот. Я вас не обвиняю, вы поймите меня, э, правильно. Я вас не обвиняю сейчас. Нет. У меня нет, э, э, ну, как бы, цели, цели вас обвинить. Я больше, э, э, пытаюсь обратить просто, э, э, просто ваше внимание на вот эти вещи, потому что мне они, э, э, кажутся важными. Вот. И, на мой взгляд, вот только, э, только разобравшись, э, э, с ними, вы можете, э, э, в общем-то, э, решать, что вам дело. Вот. Э, э, как минимум встретиться, э, как минимум поговорить, как минимум, э, э, позамечать э, э, свое, э, свое состояние с ней. Э, вот. Э, э, ну, не важно для себя или для нее, это, э, э, не так важно. И, э, дальше уже будете об этом опталкиваться, что бы это ни было. А сейчас такое ощущение, что, знаете, ну, как бы, что человек просто, э, э, ну, по сути, не оставляет вам другого выхода. То есть она говорит, вот, я к тебе приехала, как бы, все, теперь ты, вот, мне, ну, грубо говоря, должна. Ну, вот. И, да, это делается негласно, но, как бы, совершенно очевидно. Вот. Ну, и последнее. От чего бы я хотел, э, вас предостеречь. Э, такой поступок свидетельствует еще и о том, что девочка вас очень сильно нуждается. Сильная, сильная нуждаемость, это не очень хорошо. То есть это может, э, ну, вылиться и в манию, и в, э, э, в преследование и так далее. Вот. Я понимаю, что сейчас звучит это так, как будто я вас пытаюсь отговорить от, э, того, чтобы взаимодействовать, э, с ней. Ну, нет, 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 я не пытаюсь, э, вас именно отговорить. Я просто говорю о том, что есть, есть, э, нюансы определенные. Вот. Вот. И, на мой взгляд, вы, вот, просто можете об этих нюансах, как бы, э, ну, не подумать. То есть вы можете, э, на эти нюансы просто, ну, не обратить, как бы, внимание в силу того, например, что, ну, допустим, э, ну, чересчур, да, чрезмерно увлечены, э, ну, этой ситуацией, как бы. Вот. И, опять же, э, это нормально, но я хочу просто, чтобы вы, э, вот, на это обратили свое внимание, потому что это, это, э, довольно важный, довольно важный момент. Вот. Что, что такое, э, вот, ну, так, э, такая тяга к вам, она, в общем-то, ну, не всегда, э, является проявлением, вот, чего-то хорошего и здорового. Вот. То есть вполне может быть, что, э, девочка действительно видит вас в свое спасение, но спасти ее вы, вы не можете. Э, э, тут вы попадаете в треугольных карманах, понимаете? Какая штука. Вот. Вот. Опять же, к любви эта история ничего общего, э, э, ну, не имеет, э, 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 ну, с любовью. Так, э, точнее. С любовью эта история ничего общего не имеет. Вот. Вот. Опять же, это только предположение, это только догадки, я не, э, 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 я не берусь утверждать наверняка. Я могу сказать только, э, э, то, что вы задаете вопрос, э, э, ну, не совсем корректный. Во-первых, вы спрашиваете про нее, то есть что это значит, что она переехала. Дальше, вы спрашиваете, как мне быть, мы не знаем, как вам быть, это вам решают. Правильно ли я поступаю или все это ненормально, опять же, это оценка. Понимаете, какая штука. То есть у вас три вопроса, и все три вопроса, к сожалению, заданы некорректно. То есть, то есть, ни, ни, э, э, ни на один из этих вопросов психолог не отвечает. И психологи вообще на вопросы, знаете ли, стараются не отвечать. И психологи, э, больше занимаются тем, что помогают людям разобраться в себе и что-то увидеть. Направляют, но не отвечают. Понимаете? А вы как будто бы хотите разрешения. Вам оно не нужно, вы взрослый человек, вы сами принимаете решения. Вот. И сами за них отвечаете. То есть, я думаю, что, ну, не нужно в этом смысле, да, пере, э, как бы, ну, перекидывать ответственность на нас. Это неправильно. Но разобраться в себе, например, да, вот, ну, допустим, допустим, что может быть неправильного в том, что, ну, вот, я хочу. Вот. Почему для меня это может быть неправильно? Ну, к примеру. Вот, вот об этом можно подумать, да? Вот. А часто ли я хочу, там, не знаю, поступать правильно и так далее? Вот. А вы говорите, что, там, готовы сделать всё, но, но тут же, э, сами же, э, выставляете условия. То есть, ну, ну, как бы, как бы, вот, вы сами говорите, только без этого и, вот, э, без этого и, и без этого. Вот. То есть, ну, это, извините, это, это самообман, вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это самообман, э, потому что, ну, по сути, по сути вы говорите одно, а, и, как бы, тут же, вот уже другое. Ну, вот, что, ну, как-то, вот свидетельствует о том, что, э, вот, к себе вы, опять же, повторюсь, невнимательны. А, речь идёт, ну, немного не мало о другом человеке, э, который, ну, вероятно, вот, как-то, э, ну, надеется на вас, который, вероятно, чего-то ждёт от вас и так далее. Вот. Понимаете? То есть, тут вот, тут вот точно в этом смысле есть нюансы. Вот. Поэтому я бы, ну, призывал, э, я, на самом деле, ни к чему вас не призываю, просто я, э, думаю, что, э, не нужно торопиться. Вот. Я думаю, что не нужно спешить. Вот. Я думаю, что имело бы смысл вам, э, вот, э, себе разобраться для начала. И потом как раз, когда вы, когда, если вы себе разберётесь, вот тогда уже, э, э, ну, а, э, репрези, э, репрезентовать, да, репрезентовать, э, э, себя этой девочке. То есть вот так вот адекватно, максимально корректно и по возможности экологично для вас обеих. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Обращайтесь за помощью, если она вам понадобится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы большая молодец, что поделились тем, что вас волнует.